Музыка 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 Но, с теми, это надо помнить, что у нас еще есть огромная ответственность за эту пресную полу, которую мы обладаем. И сегодня, честно говоря, народные инструменты, вполне легальные, любая страна, может спросить с вашей страны. В России, а что же, как мы делаем, по сохранению этого, в общем-то, благодатного нам богатства? Какого? Конечно же, главным, что мы можем сегодня положить на алтаре нашей с вами совместной работы, это то, что действительно была принята эта программа. На 11-17 год, вы, пожалуйста, следите за моим голосом, потому что я вражу инструктивную коню. Итак, на 11-17 год постановлением правительства принята чистая вода. Такое показание. Важно отметить, что цель, которая была заложена в программу чистой воды, обеспечить населенной водой соответствующие требованиям безопасности, установленных санитарно-мидемиологическими требованиями. То, что является особенностью нашего национального законодательства. Каковы показатели отдельного объезда воды на сегодняшний день и как сегодняшняя наша вода соответствует или не соответствует этим показателям? Здесь они, правда, приведены в таком очень мелком исполнении. Значит, отдельный вес проб воды, не отвечающих физическим наркотикам по санхим показателям, должен снизиться с 16% в девятом году до 14-17. То есть, в общем-то, всего лишь на каких-то 2,4 процента. По микробиологии с 5 и 1 до 4,4, то это вообще меньший процент. Это не потому, что мы ленивые, а потому, что это действительно очень сложно, решаемая задача, учитывать ту, в общем-то, непростую ситуацию с тем загрязнением, которое у нас сегодня продолжает иметь место. И это при том, что большая часть нашей экономики сегодня все-таки не сбрасывает подкрытые воды. Не потому, что она нормализовала свои технологии, а потому, что ему просто нечего сбрасывать. Ну и так далее. Здесь считывали, наверное, правильно с точки зрения экономических инструментов, что он не допускается сегодня прекрасное финансирование, и поэтому федеральные деньги его могут покинуть на муниципальные нужные. Но я бы здесь отметил, что все-таки прогресс есть за эти два года. Может быть, сыграла роль определенная дисциплина, когда есть указание сверху, его надо выполнять. По нашим оценкам сегодня 40 региональных программ «Чистая вода». Здесь называлось несколько иная цифра, но я за свою цифру обучаюсь. 13 региональных программ обеспечения населения в области «Чистой питьевой воды», 26 программ социального развития села. Очень важный аспект, потому что это у нас брошенное водоснабжение в силу изменения структуры экономики. 22 программы модернизации капитальных ремонтов водопроводных сетей и целый ряд других программ. Что касается «Чистой воды», пожалуйста, вот те регионы, которые имеют эту программу. Среди них Брянск, Воронежка, Лубра, Косноба, Орловская, Топовская, в общем-то не богатые регионы. Но я уже не говорю о Санкт-Петербурге, Москве. Это наши гранды, это наши вельможи в хорошем смысле этого слова. И не дай Бог, чтобы они продолжали эту политику, которую они ведут на протяжении многих лет. Обеспечение населения в области чистой питьевой водой, еще целый пакет областей. Это тоже, в общем-то, регионы. И европейская часть, и здесь наши, в Заурале, азиатская часть, и самый, что ни на есть, Дальний Восток. Социальное развитие села, что очень важно, как я сказал, с точки зрения приведения в порядок тех водопроводов, которые были в колхозах и совхозах, которые сегодня. Они тоже вот на этом слайде, следующий, верните, пожалуйста. Представьте, меня все-таки не тот взяли. Да, не тот пакет слайдов. Верните еще один. На 8-мой, перейдите, пожалуйста. Вот они. Итак, модернизация и капитальный ремонт. Следующий слайд. Конечно же, 416-й ФЗ, водоснабжение и водоотведение, о котором здесь много говорили. И я не буду соревноваться в компетентности. Просто хочу поблагодарить всех тех, кто участвовал в этой работе. Участвовали практически все. И самое главное, участвовало гражданское общество. Обратите внимание, что здесь всегда на первом месте стоят вопросы, связанные с 11-й слайдом. В целеполагании. На первом месте охрана здоровья населения и увеличение качества жизни населения путевого обеспечения бесперебойной и качественной воды. И следующий слайд – это уже принципы государственной политики, где тоже на первом месте приоритетность обеспечения населения питьевой водой, услугами по водоотведению, создание условий для привлечения пестиций. Это уже малопонятные термины для профессионалов, которые занимаются водой. В связи с приходящими интеграционными процессами, и это у нас пока не надо заработиться. Интеграционные процессы состоят в том, что мы активно работаем в рамках таможенного союза. Мы вступили во всемирную торговую организацию. Мы активно сотрудничаем с ЕС, что не совсем равнозначно оценивается, хотя и вся ЕС будет состава этого и так далее. Вот эти процессы, безусловно, сыграли свой позитивный рот. И мы сегодня – это не закрытая страна, страна, которая интенсивно гармонизирует свои требования. Ну, вот на этом слайде приведено то, что мы в порядке организованных документов. Это чисто ведомств, наверное, на них, наверное, не стоит останавливаться. А вот следующее – это мутилированная вода. Это очень важный сегмент нашего гражданского оборота. Это, собственно, торговая. Это то, что сегодня имеет очень большой ресурс, бурно развивается как в мире, так и в нашей стране. Но мы всегда и здесь, в том числе, стараемся найти свой никому не понятный путь. Поэтому здесь много проблем. Завтра на нашей секции мы будем эту тему тоже затрагивать, хотя в рамках нашего фонд есть отдельная секция. Должен сказать, что здесь мы в рамках единых санитарных и пневмологических требований, в рамках таможенного союза в основном гармонизовали эти документы, единые требования установили. Но вместе с тем, вот смотрите, что здесь. 87 показателей качества и безопасности бутылированной питьевой водой. Гармонизировано сегодня только 18. Негармонизировано у нас 69 показателей. Как эта структура раскладывается в следующем? Терминическая норматива единых требований таможенного союза по 36 показателям. У нас не нормируется в системе Евросоюза 33 показателя, а нормируется в нашей стране. То есть мы в данном случае более предметно смотрим на качество и безопасность в день, нежели Евросоюз. И не нормируется в рамках единого таможенного союза, но нормируется в системе Европейского союза 10 показателей, и они здесь тоже приведены. То есть гармонизация норматива это не просто арифлистик, сели-слечили и путем голосования или повышенных тембров голоса установили, как это показать нельзя. Есть целый блок проблем, которые не нормируются в разных законодательствах. Поэтому здесь, конечно, огромный вклад нашей рекламной науки, на которую мы в этом плане убываем. И не надо этого бояться, не надо бояться ВТО, не надо его идеализировать, чтобы с этим ВТО мы все проблемы решим, ничем не решим. Мы их, может быть, будем решать в рамках уже международных подходов. И не надо пугаться, что у нас разные нормативы. Я, к сожалению, не включил всю презентацию. Те разности, которые у нас есть, допустим, у ЕС и у ВТО, у североамериканских Соединенных Штатов и у ВТО, да, картина более пестрая, чем вот на этом слайде, который я вам здесь привел. Поэтому этот процесс вполне перманентный и он будет идти еще, наверное, долгие годы на уроках. Поэтому социалистических обязательств повышенных мы брать не будем, мы будем спокойно доказывать свою правоту, выслушивать мнения наших контрагентов и двигаться в это направление. В рамках проведения надзорных мероприятий здесь вот приводятся цифры, в том числе по мутилированной воде. Выбраковка идет 4,3%. Это явно нереальная сегодня цифра по той причине, что ограничение 294-го закона сказывается не на этом сегменте. По каким направлениям? Нарушение санитарных правил и требований 63%, то есть качество, прежде всего безопасность питьевой воды. Нарушение права потребителей на получение необходимой информации в 35% и остальные менее значимые – это нарушение производительности заявленных требований и так далее. Один из популярных методов очистки воды является применение бытовых фильтров. Они тоже в нашем гражданском обороне присутствуют, как импортные, так и фильтры, которые используются нашими отечественными производителями. И чем больше этот трейлер будет, тем будет более и лучше. Тогда мы сможем более спокойно реагировать на вполне нормальные требования наших водоканалов, когда они говорят, вот до каких пор мы будем поливать водой питьевого качества, наши улицы – это, в общем-то, дорогое удовольствие. Только богатая страна или очень бедная страна, а может дизолангерная страна, может себе позволить такое действие. Всемирная организация здравоохранения очень значительное внимание предает как фактор, источник заболеваний, прежде всего инфекционных заболеваний. И здесь мы видим вот ту цену, которую платит человечество за некачественную воду. Это и малярия – 800 миллионов человек, это дракома, фашистозоматоз, гастроэнтериты и прочие холеры, я уж не говорю, которые тоже являются в основном главным фактором. Но в целом от болезней связанных водой страдает половина человечества, около двух миллиардов человек. Особенно опасная обстановка складывается в сельских районах. Не только треть жителей не имеет доступ к безопасным системам водоснабжения, они не обеспечены канализацией, что, в общем-то, создает порочные круговые вороты некачественной воды. Итак, интеграционные процессы. Следующий, пожалуйста, слайд. Саммит тысячелетий, 147 глава, когда 189 нации в целом приняли декларацию тысячелетия, я хотел бы на ЦРТ-10 обратить внимание, который специально посвящен воде и санитаревке. Также ЦРТ-7 обеспечение экологической устойчивости, который декларирует, что сократить на половину к 15-му году доли людей, не имеющих устойчивого доступа в безопасной питьевой воде. Мы должны сказать, что безнадежно отстает. И мы, наверное, в нашей стране пока еще, несмотря на то, что у нас менее впечатляющие задачи быть, а тоже большие для нашей экономики, и сильно подвигаемся в эту направлению. В декабре 3-го года генеральная ассамблея Организации Организация Объединенных Наций объявила 15-й, 10-й и 15-й год десятилетиям действий «Вода для жизни». И в рамках резолюции и Совета права человека от 10-го года признали право доступа к питьевой воде и санитарным услугам как право человека. Это, конечно, декларация. Но как она выглядит у нас? В 2011 году по сравнению с десятым годом состояние водных объектов в местах водопользования населения используют в качестве объектов питьевого водоснабжения первую категорию улучшенность на 0,2%. Согласитесь, что это, в общем-то, через даже такая, я бы сказал, статистическая погрешность. Состояние водных объектов используем для регуляции второй категории по Санхим показателю улучшенность на 2,1% по микродиоробе на 1,4%. Это вот видно на этом вот слайде. В настоящее время основным причинам неудовлетворительного качества воды являются факторы природного характера. Это очень важный фактор, который не зависит от нас. Это повышенное содержание в воде и в водных горизонтах всякого рода микронутриентов, железа, марганца, увеличивается антропогентное загрязнение поверхностных источников, отсутствие или надежное состояние зоны санитарной охраны, отсутствие производственного контроля и так далее. Вот весь этот железпенский набор, который мало кому что говорит с точки зрения на везды, но он не меняется, к сожалению. По-прежнему остается проблема обеспечения питьевой воды надлежащего качества в сельских поселениях. Эту цифру я называл применительно в целом по стране, но посмотрите, как выглядит в силе 20. Санитарно-химические показатели увеличились даже с 26 до 23% несоответственно. То есть у нас продолжается деградация этой системы водоснабжения, а это ни много ни мало, 30% нашего населения в России. И по микробиологии имеется некоторое снижение 5-7,1 до 6,4, даже не 1%. Сложившаяся неблагоприятная ситуация связана с процессом Организация коммунальных служб, это баллотирующие водозаборные сооружения в сельской местности. Если они заслуженно подвергаются в городе критике, то в сельской местности они находятся ниже нижнего предела критики, поскольку они там даже не в рудиментарном состоянии пока. В 2011 году в России лабораторный контроль за качеством питьевой воды сочинялся в 66 975 населенных пунктах. Это 96,1% нашего населения. Охват городского населения в лабораторном контроле составляет 94,46% сельское население. Так что вопросы государственного контроля, вопросы производственного контроля, они безусловно не ушли. Конечно, те лаборатории, которые имеют московский водоканал, питерский водоканал, целый ряд крупнейших мегаполисов нашей страны, они превосходят по количеству нанеклатуры исследовательных показателей, что, в общем-то, нужно и важно делать, расширять. Мы контролируем все пределы тех показателей, которые мы установили по нашим нормативам. Очень важным аспектом признания, в том числе на сегменте воды, является, насколько наши с вами лаборатории сегодня отвечают международным требованиям. Насколько они аккредитованы в международной системе. Мы ведем аккредитацию крупнейших наших лабораторий в германской системе, как наиболее развитой системе стран Европейского Союза. И сегодня крупнейшие лаборатории, они представлены на слайде, это примерно половина населения нашей страны, сегодня в руку в европейском суде могут предъявить свои исследования, и по формальным признакам их никто не отклонит, поскольку они соответствуют всем международным требованиям. Сейчас ведется следующий пакет, еще один из лабораторий, это в основном азиатская часть нашей страны, где тоже будут они аккредитованы, будут иметь международные сертификаты. Это не значит, что наши лаборатории не имеют возможности. По ряду показателей они даже лучше работают, чем европейские, но поскольку нет нормального признака, почти нет оснований для правовой защиты и правовой оценки наших действий. В целом Российская Федерация пока еще, к сожалению, не избавилась от воды привозной, и у нас в 2011 году 683 901 человек проживали в 1577 населенном пункте, где использовалась привозная вода. Конечно же, это очень опасное сочленение предсвечения безопасности, очень уязвимый путь доставки воды. Здесь, конечно, есть все технологические возможности, нет только политического уровня, регионального уровня. И вот, говоря, возвращаясь к программе поиска инструментов экономических, я о чем хотел сказать? Вот у нас был совсем недавно опыт финансирования национального проекта здоровья. И тогда, в порядке исключения, пока выработаются некие системные механизмы, экономические инструменты, федеральный бюджет брал на себя финансирование даже таких статей первичного здравоохранения и дополнительное финансирование по заливу. И как предковой механизм, он хорошо сработал, он дал толчок, и сегодня это ниже того уровня, который был достигнут, никто опуститься не может. Поэтому, если такой инструмент использовать, такое решение, при согласии президента и премьера, можно решить очень быстро и получить очень эффективное доведение, целевое доведение денег до самого первого звена, в том числе и на сегменте, вот я уже сказал, нового насторжения. Конечно же, нас интересуют прежде всего требования гигиенические по содержанию биогенных элементов и такими, как отсутствие недостаток или, может, переизбыток, ну, например, йод-дефицит. Йод-дефицит, в состоянии йод-дефицита в нашей стране проживает 65% населения России. Для нас это геохимическая провинция, которая сегодня играет очень серьезную роль на состоянии здоровья, начиная с рожденных пороков развития ребенка, отставания в областном развитии, недостаточная родоспособность взрослого населения, это вся та широкая палитра, которая обеспечивает ее дефицит, который постоянно отсутствует при норме, геохимической норме в нашей... Поэтому кондиционирование воды, в том числе используют бутилированной воды, как кондиционера и распродажа населения. Кроме того, продажа всякого рода препаратов. Ну, в советское время, вы помните, у нас был йодированная соль, которая сегодня, к сожалению, пока не возвращается на наши рынки. Хотя, в общем-то, наша страна располагает огромным арсеналом других способов решения этой проблемы. Необходимо отметить, что в России практически повсеместно имеют недостаток флора, фтора, питьевой воды. Что обусловлено заболеваемость больше 60% детей с кариесом зубов. Особенно в таких регионах, как Коми, Оренбург, до 90-98%. Мордовия, Ленинградская область, Московская, Нижегородская. И от субъектов питьевая вода содержит повышенная концентрация ионов фтора, что способствует развитию, наоборот, флюорозов, болезневолитов, просто склеротических изменений корости и так далее. Низкая жёсткость. Это своя проблема. Недостаток кальция отмечается тоже в целом и от субъектов Российской Федерации. А это гипертония, коронарная ишемическая болезнь, рахит и так далее. Избыток кальция, повышенная жёсткость в подземных источниках, а это Поволжье, Центральный Чернозёмный район, Республика Калмыкия, увеличивает риск развития мочекаменной болезни, нарушение водно-солевого обмена, раннему обезвесклению костей и замедлению роста скелета у детей, то есть они становятся низкоростными. Дефицит селена, снижает устойчивость организма к развитию заболевания роста, сердечно-сосудистых заболеваний. Это всё у нас имеет конкретную экспликацию по субъекту Российской Федерации, которые вот на этом слайде здесь у нас приведены. Около 1,3 водопровода в России подают воду с повышенным содержанием железа, а это аллергические болезни, болезни крови. Глядя населённых мест используются в подземных водоисточниках, в том числе в Калмыкии. Отмечаются повышенные уровни содержания натрия и хвалидов, и это совсем другой вопрос заболеваний. Так что конкретная интогенная экспликация заболеваний, соматических неинфекционных, она связана, прежде всего, с водой. Тем продукт воспитания, без которого мы никак не обойдёмся, мы можем обойтись без алкоголя. В Казахстане, в Казахстане, в Казахстане, он может показаться. Даже без курева, хотя на кое-кто пытается убедить, что, ну, никак мы не проживем без курева, не надо защищать курильщика. Вот, без воды это точно. Давайте вот я заканчу. Я понимаю, что курдив можно, а мне нельзя. И так, следующее, давайте, пожалуйста, последнее. Ну, это вот те основные направления работы по обеспечению, которые мы будем обсуждать завтра на нашем, на нашем, не круглом столе, семинаре. И, пожалуйста, мы призываем вас к активному участию. Спасибо за внимание. Извините. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Игорь Михайлович.